Всем привет, мои хорошие. Ой, я сегодня, вы знаете, у меня сегодня такое давление, блин. Короче, из дома вышла, прикиньте, блин, 160. Представь, выпила, блядь, таблетки. Выпила, пришла, еще пешком сейчас шла. Ой, что такое состояние вообще, прям вот у меня все видно, отечность такая появилась. Сейчас зеленый чай попью. Короче, ребят, зеленый чай сейчас буду пить с лимоном. Зеленый чай с лимоном. Видите, у меня сегодня наряд такой. Вы не хотите врать эти толстовые, как их? Ну, скажите мне. Туники. Так я сама решила прикинуть ее. Надо так, нет, ребят, ну что прибавить? Приболело, короче. Да ладно здесь, и что? Все это. Придет время, все уйдет. Видите? Красиво. Мне нравится. Ой. Так, мужчина где? Не поняла, куда они делят. Брызгалку. Брызгалку. Маленько побрызгает свою брызгалку. Брызгалку. Чтобы она отвисела. У нас, наверное, дорогу запустят. Пешком шла, не ездят сегодня воскресенье. Маршрутки не ездят, ребята. Я, ой, не моя погода, короче. Давление вообще очень я склонна. Видите, принесла на свой стол. Видите? Пешком. Пешком шла, видите, как вся мокрая. Все пересохло во рту вообще. Наверное, из-за таблетки, да? Ой. Состояние. Далеко не рабочее, ребята. Так, ладнушки, да? Сейчас мы обувь снимем. Обувь снимем, легче станет. Хоть бы смену отработать. 160, это немало. У меня ходовая 130. 130, но уже 160, это для меня катастрофа. То есть это уже много. А я вам сейчас этот такой... Ой. Вы знаете, у меня даже один раз вот при моей было 180. Но это было в зоне. я вам, конечно же, этот случай расскажу. Но сначала мы с вами произведем мою распаковку. Сейчас вот я подготовлю на завтра, чтобы у меня ботинки были готовы. Так делаете? Не так, что ты утром встал и не понял, а что это у тебя с ботинками? Или не поняла? А все лишь только из-за того, что ты их с вечера, с утра или там не приготовила или не приготовил до следующего хода. Каждая вещь, она любит порядок. Каждая вещь. Конечно же, надо этот порядок соблюдать. Правильно? Ну давайте, что у нас тут? Давайте сделаем распаковку. Короче, я же вчера вам хотела показать эти... Скажите мне. Делала я там мармелад хотела сделать. Помните, кто смотрел вчерашний ролик? Кто смотрел вчерашний ролик? Так у меня вот мармелад, блин, не получился. Ну не получился, такое бывает. Не всегда все, знаете, получается. Блядь, не пойму, чем... Че за запахи такие стоят? Ну, блядь, эта тряпка так надо вонять. Все нахуй надо замачивать, блядь. тряпка такая. Смотрите, каша. У меня, короче, у меня это не получилось, но я взяла. Я ее сделала. Вот у меня каша и сверху тыква. Вот не получился этот. И, между прочим, я сегодня с утра покушала. Настолько вкусно получала, знаете, как джем. Получился такой, как тыквенный джем. И вот с кашей прям вообще самый самолет. вот каша у меня это на утро овсянка. Вот это вот у меня, конечно же, овся на блин. Овся на блин. С чем? Огурчик. И еще какая-то там мазикалка. Забыла, как она называется. Ну, вкусно. Ну, сейчас мне что-то не до еды. Настолько мне как-то хреновасто. Хоть бы смену отработать. Огурец и перчик. Шоколад. И вот такие вот два банановые чипсы. Вот видите? А здесь просто, ребят, гречка без ничего. Вот знаете, захотелось на ужин вот именно поесть гречку с молоком. Знаете, вот бывает такое? Просто гречку с молоком. Ничего. Вот у меня суп, у меня на обед блин суп, на обед у меня рис с мясом, вот рис с мясом, с овощами. а на обед у меня суп, у меня аж прям голова кругом идет, прикинь как. А вот у меня супчик. Овощной, ребят, суп овощной. Картошки нету, тыква. Вчера еще вечером делала рыбу с картошкой, но сыну оставила, не стала брать. Куда? И так здесь уже. Так, взяла с собой лимон, вот сейчас чай с лимоном, лимон. Сейчас чай с лимоном, и, конечно же, один банан и один мандаринчик. Ой. Это... Так, ну на этом все. Представьте, даже ролик не сумела, вот сейчас дописываю, потому что, блин, что-то меня прям сегодня торкнуло. Настолько, фух, аж сейчас более-менее, но, блин, с собой нету, надо, знаете, с собой возить. У меня дома-то есть этот, ну, замер. Надо, наверное, брать с собой, блин, возить, вот пока вот такая погода. Конечно, это пипец. Вот мне, ну вот зеленый чай с лимоном. Знаете, в зоне это вот самое лучшее лекарство от давления. И надо, чтобы была долька шоколада. Представьте, именно темная, темная долька шоколада. Вот зеленый чай и долька шоколада. Все. Кому-то помогает, наоборот, кофе поднять с долькой шоколада, а кому-то вот, ну вот у каждого свое. Но я так, вы никогда, мои хорошие, не, там, не судите с медицинской точки зрения. Многие там смотрят, да, и, мол, типа нет, там надо как-то наоборот. Вот у каждого свой способ, вот, как себя, представьте, 8 лет я находилась, там таблетки лишние, не выпросишь, не выпросишь. И я, вот, нашла свои способы, как себе помогать. Понимаете? У меня, знаете, такой случай был. Ужас просто. Ну, с одной стороны, ужас, а с другой стороны, клево. Короче, меня повезли этапом. Зоны, я поехала на тюрьму, на, короче, раньше вывозили, это сейчас они там, они вывозят, все делают в зоне, да, по, короче, ребят, по телемосту, телемосту, они сейчас там устраивают, а раньше нас вывозили. Вывозили, и, короче, конечно, по-своему, это кайф. Выехать в зоны, допустим, тебя вывозят на 2 недели. Ну, вот представь, ты едешь в тюрьму, это не режим на учреждение, ну, конечно, разговора нету, но когда ты там в транзитке находишься, конечно, там никто не смотрит, ты просто можешь отоспаться. Кто едет в зоны, вот этапом, это, конечно, вот знаете, как вы, вот, вольные люди работают, и потом поехали куда-то отдыхать. В зонах то же самое, каждый человек пытается найти какие-то плюсы, и вот эти поездки, они были такие, знаешь, как курортный, курортный отдых, причем еще при этом, при всем, ты можешь за эти 2 недели себе там завести курортный роман, знаете, тюремный роман, скажем так. Ну, и все. Я, конечно же, ехала с тем, что мне хотелось выспаться. Пипец, я просто, я прям мечтала, я дни считала, минуты, часы считала, когда же меня повезут на тюрьму. Прямо вот моему пределу не было счастья, счастью не было пределу, что я вот, не поверите, человек, который мечтает, ну, приехать в тюрьму, да, это вообще на удивление. Ну, вот так бывает, что ты из зоны хочешь приехать в тюрьму. Ой, как у меня голова кружится, пипец. И я, короче, это, значит, приехала я в эту тюрягу и слышу, конвой между собой, короче, они разговаривают, говорят, ее, ее сейчас, ну, мол, типа, ее сразу надо на второй этаж, короче, там, тыры-тыры, ну, блядь, как они, короче, сразу на телемост, а, на суд, сразу ее на этот, на суд. Я такая думаю, что-то хрень какая-то, в смысле на суд. Думаю, ну, по сути, у меня назначенное время суда, ну, и число, а это что-то заранее, как-то так все. Ну, короче, говорит, мол, типа, это, я у конвоира спрашиваю, говорю, я не поняла, он говорит, ну, похоже, тебя хотят назад этапировать, то есть, вот сейчас быстренько пройдет заседание, и тебя назад этапируют. Я говорю, что за, что за свист? Я говорю, во-первых, я не готова это раз, во-вторых, говорю, я очень плохо себя чувствую, он такой, что у тебя? Я говорю, я не знаю, я очень плохо себя чувствую, я гипертоник, у меня, наверное, давление. Прикиньте, ребят, я вам клянусь, это я просто, ну, вот с балды, у меня аж прям перебобинило, прикинь, я так ждала этот этап, и меня сейчас назад этапируют, то есть, я все, все мои фантазии, все мои мечты, выспаться, это все были мечты, прикиньте, ну, и все, и, короче, меня заводят, блядь, на этот суд, значит, ну, судья там говорит, готовы ли вы там, я говорю, нет, я не готова, почему, по состоянию здоровья, а что с вами, я говорю, у меня давление, я не готова вас выслушать, это, короче, они тут же быстрее медика, представь, приходит медик, а я сижу себя прекрасно чувствую, я просто, ну, вот, вот так вот взяла и сказала, думала, ну, отложат суд, а они что, они давай сюда медика, ну, прикинь, думаю, ну, блядь, все встряло, короче, сейчас они меня быстренько здесь отсудят, и быстренько меня этапируют, короче, это, медик приходит, замеряет мне давление на одной руке, раз так на меня смотрит, раз на другую руку, раз так смотрит на меня, я думаю, блядь, что он, он такой мне, как вы себя чувствуете, я такая говорю, ну, плохо мне, мне плохо, ну, я придерживаюсь Марку, представьте, я говорю, мне плохо, мне не очень плохо, он такой говорит, вы, ну, и он, он говорит, она не может здесь, сейчас она не может находиться, закрывать, ну, все эти, процесс закрывайте, поднимайте ее в камеру, то есть она не может, он, давай мне быстрее таблетку, и такой мне говорит, ты, ну, сама встать сможешь, я говорю, не знаю, я уже начала играть, прикинь, я еще думаю, сука, заставить вас, чтобы вы меня сейчас нахуй на носилках понесли, ой, бля, как вспомню, ой, не могу, актриса, и, короче, прикинь, ну, и сама такая думаю, ничего понять не могу, что за хрень, у его медика спрашиваю, сколько у меня давления, он мне такой говорит, 180, 180, вообще, как ты еще вот разговариваешь, как ты себя вообще, у тебя очень высокое, для твоего возраста, это очень высокое, я такая думаю, нихера себе, спасибо, господи, спасибо, ангел-хранитель, и спасибо всем, кто в этом поучаствовал, представьте, я, конечно, ну, там все прям, я не могу, у меня судья раз пять спросила, вы меня слышите, я говорю, я не слышу вас, у меня шум в ушах, я не слышу ничего, я говорю, вы понимаете, я не могу, мне прилечь надо, я там на эту лавочку, там давай вот так вот, ну, исполняла, ну, исполняла, а вы что думаете, я тоже умею, блядь, исполнять, когда, знаете, когда приспичит, ну, короче, ой, не могу, меня, короче, на эту, в камеру, быстрее подняли, в камере, ребят, вообще одна была, одна была в камере, конечно, потом я поняла, что мне очень скучно, когда, ну, уже я поняла, что суд отложили, аж, прикиньте, через, сколько, девять дней, через девять дней, у меня только, мне назначили суд, естественно, меня никто никуда не этапировал, все, меня сразу же в камеру, и я, короче, там от души, мне еще прописали постельный режим, то, что я, ну, высокое давление, короче, как я пришла, да, мой любимый шканар, да, миленький ты, мой дорогой, да, как я в него вот так вот упала, вмялась, прям, знаешь, с таким этим, Господи, да, никогда я столько счастья не испытывала, как на этом шканаре, и как я выспалась, да, от души, да, как меня прям вообще, да, я потом проснулась, да, довольная, да, дайте мне моей душе разойтись, столько счастья, ну, единственное, что в тюрьме, ой, короче, и вот так вот я, вы знаете, там села, это, и попила, и чаю, и покурила, и, короче, все, и ко мне, ну, вот потом ко мне уже подкинули, вы знаете, из этой камеры уже сделали как транзитку, то есть, ну, у них там какой-то ремонт шел, я не знаю, на Челябе была, и вот они, короче, это, у меня, ко мне стали вот вновь девочки, которые, скажем, отсудили их, и они, вот, поехали по этапу, короче, и все, и, конечно же, там были девчонки, которые ни разу не сидели, они, тем более, они узнали, что я зоны, то есть, а я же находилась в форме одежды, по зоне, они, конечно, они вот так все на это все смотрят, расспрашивают у меня, ну, короче, ребят, я вам клянусь, я туда приехала, у меня было, короче, три блока сигарет, сигареты, знаете, такие были стремные в зоне сигареты СССР, мамочки, я не знаю, кто курил эти сигареты, но это пипец, ну, у меня, у меня вынужденная посадка, выхода не было, я вынуждена, вы знаете, мы как делали, мы эти сигареты, короче, потрошили, потрошили, и заново, короче, их закручивали, заново закручивали, вот, чтобы более-менее, потому что там от одной затяжки, вот, прям вот горло разрывало на вот, на мелкие частицы, это настолько были, я не знаю, где, вот, что это было вообще за фуфло, за фуфел за такой, я даже представлю, я даже представлю, я не знаю, короче, СССР, красная такая, знаете, это блок такой красный, белыми буквами СССР, ну, вот, я у себя, ну, там, в камере, аж одна была, они потом уже стали ко мне туда, ну, их подсаживать, и я, короче, это, у меня на общике, там, эти сигареты, все дела, ну, и, короче, это, с девчонками там, и у меня спрашивают, а, что это за сигареты такие, что, я говорю, да, пипец, говорю, крепкие, вообще невозможно, ну, одна такая сидит и говорит, ты знаешь, говорит, я очень сильно люблю крепкие сигареты, мне, блин, попривозили этот парламент, парламент, потом, что-то, блядь, еще вниз, кент, парламент, кент, и я не могу их курить, вот, представь, можно я твою сигарету, ну, попробую, я говорю, конечно, родная, ну, ты че, на, конечно, пробы, конечно, пробы, она так раз, так все, она говорит, бля, как мне нравится, ничего себе, у тебя сколько, я говорю, у меня, миленькая, у меня три блока, три, а она такая, говорит, я у тебя их, давай меняться, будешь меняться, я говорю, да, конечно, ты что, господи, как я хотела, что я дура, не взяла больше, в зоне-то не было сигарет, вот, вот это фуфло продавали, представь, и, короче, мы с ней делаем обмен, она мне отдает два блока парламента, и блок Кента, мамочки, вот это мне фартануло, вот это фарту было во мне столько, что я даже не знаю, мам, ты прикинь, я приехала в зону, курю парламент у всех СССР, а я с парламентом, ой, ну, это вообще, ну, короче, я хорошо так, скажем, романа курортного не завела, но зато кайфанула от души, ребят, от души кайфанула, так что вот такая вот у меня была история, ну, давайте, мои хорошие, любовь взаимная, вы это прекрасно помните, сегодня буду стараться с вами пообщаться в реале, потому что хочется мне реального общения, не через видик, ой, через, ну, ролик, так, всем пока, но маленько буду, я все равно еще как-то чувствую, что маленько болею, так что, все будет окей, все будет хорошо, ребят, жизнь такая, знаете, всегда все, верьте в то, что всегда все будет хорошо, и это пройдет, обязательно, все, люблю, и это все будет хорошо, и это будет хорошо, и это будет,